Генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг считает агрессию России и боевиков ИГИЛ наибольшими угрозами безопасности в мире. Мы будем обсуждать, как более эффективно усилить наш ответ России на ее действия в Украине, а также, как НАТО может увеличить свой вклад в борьбу против ИГИЛ. Это наши два главных вызова. Они очень разные, но мы должны быть готовы противодействовать вызовам с Южного фронта, Ближнего Востока и вместе с тем вызовам, которые бросает Россия. Касательно того, что мы уже делаем, мы проводим наиболее масштабное усиление нашей коллективной системы защиты со времен Холодной войны. Мы дислоцируем больше военных в восточных странах, членах Альянса, повышаем уровень готовности военных, если возникнет необходимость действовать. При этом укрепление обороноспособности НАТО не означает, что путь к диалогу закрыт. Нам нужен диалог, потому что мы стараемся избежать новой Холодной войны. НАТО не стремится к конфронтации с Россией. Мы не хотим новой Холодной войны. Однако мы считаем, что нет никаких противоречий в проведении политики укрепления обороноспособности и в ведении диалога. Столтенберг отметил, НАТО продолжит политику открытых дверей и будет принимать новых членов Альянса. В Нидерландах прошло референдум о ратификации соглашения об Ассоциации Украины ЕС. По предварительным данным явка составила 32%. Из них 31% проголосовали за подписание соглашения. И если эти данные подтвердятся, то плебисцит, носивший консультативный характер, признают состоявшимся, и голландские парламентарии должны будут на него отреагировать. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал итоги референдума, заявив, что Украина продолжит быть приверженной воплощению соглашения в жизнь. Я хотел бы всем напомнить, что настоящая мета организаторов референдума – это не договора о ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Это атака на единство Европы, атака на расширение европейских ценностей. Про это также свидетельствует дискуссия, которая была разгорнута на предыдущей референдума. Я дякую каждому, кто проголосовал за него, а это сотни тысяч прихильников Украины в Голландии. Я дякую всему, кто брал участие в популяризации Украины в Голландии, а это и политики, и волонтеры, и зерки спорту, и культуры. Одночас хочу наголосить, что этот референдум, согласно с Конституцией и законодавством Нидерландии, имеет исключительно консультативный характер. Отже, теперь слово за урядом, за парламентом, за политиком Голландии. Упевнен, что стратегически эта события не есть перешкодой на шляху Украины к Европе. Хочу ответственно заявить, что, несмотря на это, Украина продолжит втюлювать в жизнь угоду про асоциацию, обеспечить создание погибленности и всеохопливающей зони свободной торговли с Евросоюзом, поскольку это шлях до модернизации украинской державы, изменения ее независимости. Наголошу, мы не свернемся с шляху евроинтеграции. Украину, как и свободу, не скинули. Осенью в Исландии пройдут досрочные парламентские выборы. Такое решение приняли после назначения на пост главы правительства, министра сельского хозяйства и рыболовства Сигурдура Йоханссона. Экс-премьер Сигминдур Гюнлёйксен все же ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он скрывал средства в офшорной компании. Напомним, это стало известно в ходе так называемого Панамагейта. Согласно обнародованным данным, Гюнлёйксен был владельцем офшорной компании Винтрис на британских Виргинских островах, которую вместе с супругой купил в 2007 году. Офшорная компания имела миллионы долларов облигаций в исландских банках. Во время финансового кризиса банки лопнули, но семья премьеры не обеднела, вернув средства через государственное рефинансирование. Свои офшорные компании премьер не декларировал. На этих зрелищных кадрах наша планета Земля. Сняли это таймлапс видео с Международной космической станции. На днях ролик опубликовала НАСА. Внизу видны огни больших городов, а также вспышки молний. НАСА характеризует Международную космическую станцию как микрогравитационную лабораторию. Обычно в ней одновременно находятся 6 космонавтов. Она движется со скоростью почти 8 км в секунду и огибает нашу планету каждые 90 минут. Экипажи попеременно находятся на МКС с ноября 2000 года. За это время станцию посетило 222 человека из 18 стран мира. Стоит отметить, что на днях НАСА сделала еще одну не менее захватывающую публикацию. Общественности представили снимок частично освещенного Сатурна. Фотографию сделала орбитальная станция Кассини с расстояния 1 миллион 900 тысяч километров. Станция находится на орбите планеты с 2004 года.